Разобрали быстро. По одному берем. Надеваем. Коленин, берите быстро. Это утро для учеников старших классов началось весьма необычно. Вместо учебников и тетрадей, бронежилеты, учителей сменили офицера одной из воинских частей. Правила решения уравнений можно забыть. Задача более серьезная – родину защищать. Перед стрельбой школьники явно волнуются. Ждал достаточно долго. Сейчас очень сильно волнуюсь, наверное, как и все. Хочется хорошо отстрелять. Бронежилеты надеты, ребят вызывают на исходную позицию. Последние наставления от бывалых офицеров. И вот долгожданный момент. Боевой заряженный автомат Калашникова в руках. Будущие защитники ждут отмашки. В каждом магазине по 9 патронов. Стать снайпером с таким боезапасом у ребят точно не получится. Ну и такой опыт важен. Будущий защитник отечества оружие бояться не должен. Сам же процесс стрельбы впечатлил всех ребят. Очень хорошо чувствую. Не знаю, даже как сказать. Чувство неописуемое. Ну, ожидал. В принципе, того же самого. Все прошло, как должно было. Все в порядке. За пять дней 575 старшеклассников со всего Большого Сочи смогут заранее попробовать себя в роли солдат. Это мероприятие организовано военкоматом совместно с управлением образования администрации в Сочи. Мы проводили день призывника. Сейчас мы проводим 5-дневные военные сборы. Я хотел бы сказать, конечно, ребята видят уже какую-то часть предстоящей службы. И к этому, конечно, отношение только положительное. По словам сотрудников военкомата, такого рода мероприятия уже сыграли важную роль. Все больше школьников теперь не думают, как закосить от армии, а сами изъявляют желание служить отчизне. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.